В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте! Коротко о главных событиях на сегодня. Бытовой конфликт закончился стрельбой. Мужчина, выстреливший в лицо своему оппоненту, в кизляре задержан. Осторожность, мать безопасности. В День памяти жертв ДТП по России проходят профилактические мероприятия. Об акции в Махачкале смотрите в выпуске. Сделать столицу красивее и чище. Флешмоб по уборке общественных пространств стартовал в Махачкале. Мужчина, выстреливший в лицо своему оппоненту, в кизляре задержан. Подозреваемый оказался 35-летним местным жителем. Нападение на 27-летнего парня он объяснил бытовым конфликтам. Пострадавшего госпитализировали. Расследование дела продолжается. В День памяти жертв ДТП во многих регионах России проходят профилактические мероприятия, которые призваны напомнить о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Дагестан не стал исключением. В Махачкале на территории парка «Россия моя история» прошла всемирная акция, приуроченная этой дате. Подробнее в материале Карима Гамаева. Ему слово. К сожалению, про печальную статистику ДТП мы слышим довольно часто. 25 погибших, 175 пострадавших. И это только дети. Поэтому лишнее напоминание о необходимости соблюдения правил дорожного движения всегда актуально. К сожалению, вот та печальная статистика, которую мы имеем за этот год, 25 погибших во время происшествия детей наших, 175 пострадавших, это очень печальная статистика. Это показывает, в первую очередь, вину нас, взрослых, которые не умеем соблюдать элементарные простые правила безопасности и при перевозке детей в автотранспортных средствах, и при перемещении по автодорогам, торопимся, не замечаем детей на пешеходных переходах. Какие бы мы меры не предпринимали в школах, не обучали детей правилам дорожного движения, к сожалению, вся эта печальная статистика, это безалаберность, халатность взрослых родителей, в первую очередь, и водителей, которые не соблюдают правила дорожного движения. В большинстве случаев безопасность детей зависит от поведения взрослых. Родители должны ответственно подходить к вопросу воспитания и привития ребенку необходимости соблюдения правил поведения на дороге. И в этой связи большое значение имеют профилактические мероприятия с участием всех заинтересованных сторон. В прошлом году, когда мы отмечали день памяти жертв ДТП, это был 16-й день памяти, который мы провели под проливным дождем. И тогда было 10 табличек с именами наших деток, которые погибли на дорогах. В этом году их 23, их в два раза больше. И одна единственная причина и один единственный совет, он адресован только ко взрослым. Берегите своих детей. Это элементарные правила перевозки детей в автомобилях. В этом году, как было уже сказано представителям Министерства здравоохранения, заместителям министра, о том, что очень много детей погибло на руках у матерей. Это дети в возрасте до одного года младенцев. Поэтому их нужно перевозить в надлежащих условиях. А тех детей, которые постарше, просто пристегнуть ремнем безопасности. И тогда все у нас будет хорошо. С сегодняшним мероприятием мы через наших деток обращаемся к их родителям. И обращаем их внимание на то, что масштабы трагедии с безопасностью на дорогах глобальны. Именно на сознательных взрослых делают в своей работе упор и сотрудники республиканского ГИБДД. Такого рода акции нужно проводить почаще, уверены участники. Когда привезли эту машину, я подходила, было очень много маленьких детей, кто моего возраста, кто младше. И они все смотрели, у них в глазах был какой-то ужас, что вот это вот увидели. Мне кажется, если в будущем они подрастут, получат права, станут автомобилистами, они будут стараться делать так, чтобы никто не получил такого результата, как с этой машиной. И с ними же такого не случилось. Вообще, я считаю, это очень хорошее дело проводить такие мероприятия и чтить память погибших детей. Чтобы этого не было, я сама мать, бабушка, да еще и врач. Я знаю, что это такое. Вот наша святыня, наши внучата, наши дети. Очень многие приходят ко мне искалеченные дети, с контрактурами, с всякими вещами. Это те, которых смогли спасти. А сколько погибших. Поэтому я считаю, это очень хорошо. И даже эта малышка, моя внучка, читая это стихотворение, уже знает, что на красный стой, желтый жди, а зеленый проходи. И она обещала в садике тоже своим друзьям рассказать стихотворение и учить, как переходить улицу. Это очень замечательно. Я просто благодарна тем руководителям, кто это организовал, ГИБДД и МЧС, ну и всем остальным. Спасибо вам. Ты знаешь, на какой свет дорогу переходить? Ну, зеленый. Да, а на какой нельзя переходить? На красный. Закончилась акция «Минутой молчания» и символическим запуском в небо воздушных шаров дань памяти жертв несчастных случаев на дорогах. Карим Гамаев, Нурмагомед Магомедов, ННТ Махачкала. Спасибо, Сергей. Законные мероприятия будут проводиться регулярно. Работа ведется совместно с муниципалитетами. Ключи от 105 квартир в Махачкале, приобретенных муниципалитетом, вручили детям-сиротам. Все помещения расположены в шести подъездах одного дома по адресу Карабудахкинское шоссе, дом 57. Среди них однокомнатные и двухкомнатные от 45 до 55 квадратных метров, готовые к заселению с полной внутренней отделкой, отоплением, водоснабжением и установленной сантехникой. Во дворе дома имеются беседка и детская игровая площадка. Мэр города Салман Дадаев лично прибыл по адресу презентовать новые квартиры новым жильцам и заодно осмотреть качество ремонта. Отметим, что для прозрачности и гласности квартиры выбрали накануне при помощи жеребьевки. В состав комиссии вошли заместители мэра города, депутаты городского собрания и представители районных администраций. Депутаты города Магачкалы посещали эти квартиры вместе с Алман Кадьяровичем, с администрацией города. Делали свои предложения по ходу ремонтных работ и эти все замечания были учтены в дальнейшем. Поэтому сегодня вы получаете комфортабельные, хорошие, современные квартиры. Надеюсь, что в дальнейшем у нас, у города получится возможность этот двор тоже благоустроить, сделать его более комфортным. Я думаю, с Алман Кадьяровичем и депутатами мы постараемся, чтобы в этом дворе немножко уютно больше создать в дальнейшем тоже. Пусть эти квартиры станут первым этапом в вашей жизни, где вы сможете свить свой теплый родной очаг, где пусть вы рождаются и будут счастливы ваши дети, и пусть Всевышний и общество, и вы сами будете иметь возможность расширять эти площадя, увеличивать количество комнат, увеличивать количество детей своих. И пусть они радуются, живут вместе с вами, пусть вы полноценно ощутите то, что для каждого человека важно. Это свой собственный очаг и своя собственная крыша над головой. Глава республики Сергей Альбович Меликов уделяет очень большое внимание этому направлению. И не случайно в 2021 году за счет регионального бюджета, республиканского бюджета, на 500 миллионов рублей было увеличено ассигнование для решения этой накопившейся годами проблемы. На следующий год еще к этим деньгам, еще на 100 миллионов, несмотря на сложности, которые испытывали страна и республика ввиду проведения специальной военной операции и большие ресурсы уходят туда. Но тем не менее, понимая значимость для тех людей, которые не имели в силу тех или иных причин, возможности находиться в семьях, иметь крышу над головой, чтобы этот право было не разводить. В Хасаверте состоялось открытие нового участкового пункта полиции. Оснащенный необходимым оборудованием и отвечающий всем требованиям отделения позволит обеспечить комфортные условия для работы сотрудников МВД, а также для приема граждан, проживающих в двух микрорайонах – Водник и Грозненский. Уважаемые горожане, уважаемые сотрудники, создавая условия для работы участковым и полномоченным, мы вместе создаем условия и горожанам по обращению к ним. Это самая главная служба МВД, это участковая служба. Флешмоб по уборке общественных пространств стартовал в Махачкале. Совместно с жителями компании МБУ «Махачкала-1» планируют сделать столицу республики красивее и чище перед наступлением холодов и праздников. Компания также окажет содействие в организации и вывозе собранного мусора. Одними из первых на проведение акции откликнулись жители 19-й линии по проспекту Акушинского. Жильцы частного сектора вышли на уборку придомовых участков. К ним присоединился чемпион мира по вольной борьбе Кура Магомед Кура Магомедов. «Хочу призывать всех жителей, чтобы каждый перед своим домом, перед своим участком навели порядок, потому что чистота – это половина веры. Хотелось бы, чтобы люди не бросали мусор, где попало, и приучили своих детей к чистоте. И вот такие часто, если сделать небольшие, такие субботники, месяц один-два раза, я думаю, уверен, и город будет чистый, и в местах, где мы находимся, будем в чистоте, я в этом уверен. Спасибо вам большое, всем женщинам, всем тем людям, которые поддержали этот субботник. И хочу всем пожелать здоровья, мира, благополучия». С опережением на месяц капитальный ремонт автомобильной дороги Кибда-Кахиб завершен. Она объединяет несколько населенных пунктов Шамильского района с центром муниципалитета и обеспечивает выход на трассу республиканского значения Гунипское шоссе в Андляшевский перевал. Также дорога очень востребована туристической отраслью, так как старинные башенные комплексы, расположенные в селах Кахиб и Гуор, одни из самых популярных мест посещения гостей и жителей региона. Во всех пригородных селах и поселках Махачкалы расширяют кладбище. Это стало возможным благодаря возвращению в городскую собственность земельных участков на окраине города. Так, почти 5 гектаров земли в Ленинкенте присоединят к действующему кладбищу. Аналогичная работа проводится в поселке Тарки, Шамхал, селах Красноармейская, Богатыревка и Новый Хушет. Пояс чемпиона ACA возвращается в Дагестан, на родину. После победы из Сочи вернулся обладатель титула в полутяжелом весе Мусли Магомедов. Братские объятия и памятные фотографии. В аэропорту радость триумфа с Магомедовым разделили около 50 человек. Это родные и друзья, однокомники из команды Universal Fighters. Успешная защита пояса в поединке с Олегом Оленичевым. Уверены, тренеры открывают перед бойцом новые перспективы. Муслим уже давно мечтает попасть в UFC. Конечно, я думаю, у каждого бойца есть планы попасть в UFC и завоевать там пояс. Также у меня тоже есть такие планы. Пока в этой лиге, пока я чемпион, я буду защищать этот пояс. Как контракт закончится, я планирую уже дальше, больше уже переходить, конечно, за океан. Бой Магомедова и Оленичева возглавлял турнир ICA в Сочи. Поединок прошел под диктовку махачкалинца. Исход решился в третьем раунде. Дагестанский боец перевел соперника в портеры и нанес в серию ударов, после которой судья остановил встречу. Муслим! Маганда! Одержав 12-ю победу в карьере, дагестанский боец тем самым сохранил титул чемпиона одной из ведущих Лиг Планеты. План сработал, измотать, помучать и повалить, потом уже улучшающие или добивание. Мы как бы знали, как он готовился, но где бы он не готовился, потому что я на сегодняшний день не знаю, что мы с ним греем. У нас в зале спарринг-партнеры намного сильнее и намного разнообразнее, чем где-либо. Поэтому я спокойно был уверен, что мы с ним можем выиграть без проблем. Провели неделю вместе на сборах здесь, да, уже к концу, как раз на самом пике форме, как говорится, он был, да, спарринговали, боролись. Знаете, кто говорит, что он не может там ударить, да, и больше борется, как бы, ну, лично стоял в спаррингах, да. Шикарно бьет, шикарно чувствует скорость, все на уровне. Ну, так, ну, он и доказал-то в бою, когда чуть-чуть не хватило ему, да, там, нокаутировать соперника. Ну, борьба, тут уже молчу совсем на другом уровне, да. Смотрите наши выпуски также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Зен. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова